МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Председатель правительства Тагестана принял участие в открытии Северокавказского молодежного форума МАШУК-2017. Он проходит уже в восьмой раз. Абду Самадгамидов осмотрел арт-объекты, альтернативные площадки и побывал на ярмарке проектов, где победители прошлого года рассказывали о том, чего добились. Дагестан в главном молодежном событии округа представляют 360 ребят от 18 до 30 лет. Все они успешно прошли отборочные этапы. Пагажи у них, проекты по всем тематическим направлениям. Уже после обхода премьер-министр посетил дагестанский шатер и пообщался с участниками форума. Уже 8 августа на форуме МАШУК День Дагестана. В его рамках республика представит тематические площадки. Здесь можно будет познакомиться с особенностями народного творчества Дагестана, научиться основам декоративно-прикладного искусства, а также посетить лавку мастеров, где в качестве сувенира все желающие смогут приобрести изделия ручной работы. А вот кульминацией Дня Дагестана станет яркая концертная программа. Она отразит богатую историю, а также все многообразие культуры и традиций региона. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов поручил наградить Рашида Салахбекова за героический поступок. Напомню, что в июне этого года Рашид спас девушку, тонувшую в Москва-реке, но погиб сам. Подвиг дагестанца вызвал большой резонанс в социальных сетях. Десятки тысяч пользователей назвали его героем и попросили наградить посмертно. Председатель правительства Республики Абдулсамад Гамидов побывал на строительной площадке здания исторического парка «Россия. Моя история». Напомню, сроки по сдаче объекта сдвинулись 4 ноября на 1 октября. Поставлена задача все работы провести за более короткое время. Сегодня строители работают в две смены. Все идет по графику. Проводятся монтажные, отделочные работы. До 1 сентября завершат внутренний ремонт и проведут коммуникации. К этому времени ожидается приезд специалистов из Москвы по установке необходимого контента. Завтра стартуют работы по благоустройству двора. На сегодняшний день все идет по графику. Я надеюсь, не надеюсь, а уверен, что мы его сдадим в срок. Ну, вы должны понимать уже, такой объект 12 тысяч квадратных метров начать 15 марта и сдать 1 октября – это тоже очень непросто. Но, тем не менее, жаловаться не будем. Будем работать, чтобы сдать прикольную структуру. Сотни гектаров некогда плодородной земли подверглись засолению и опустыниванию. В ходе рейдового осмотра сотрудники управления Россельхонадзора по республике Дагестан выявили в Каякенском, Дербенском и Табасаранском районах заброшенные земли сельскохозяйственного назначения. В Южном Дагестане побывала и наша съемочная группа слова Раиме Абдулаевой. Республика Дагестан – один из самых малоземельных регионов России, но даже этот факт не всегда влечет за собой бережные отношения к плодородным пашням. В Каякенском районе более 100 гектаров земель от гонного животноводства, расположенных на территории сельскохозяйственного производственного кооператива «Буршахский», находятся в плачевном состоянии. Безответственное отношение к землям сельскохозяйственного назначения привело к их истощению, засолению и опустыниванию. Ранее по результатам плановой проверки в отношении хозяйства за невыполнение установленных требований по защите и охране почв от ветровой и водной эрозии были приняты административные меры. В ходе очередного рейда установлено, что никаких мер по рекультивации кооперативам «Буршахский» принято не было. Идет оголение земель, засоление земель, уничтожаются кормоемкости. Вот зимой нечего будет мелкому рогатому скоту есть, поэтому будет воздействовано административное наказание. В Дербенском районе на землях сельскохозяйственного назначения находящихся в собственности агрофирмы «Аглоби» выявлено около 100 гектаров пашни, выведенных и сельскохозяйственного оборота. В соседнем Табасаранском районе на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности администрации сельского поселения «Курахский», выявлено 50 гектаров необрабатываемых земель. Пашни – наиболее ценные составы земельского назначения. Всего у нас в республике около 500 тысяч гектаров, а на душу населения у нас приходится 0,15 га. По этому показателю мы один из самых малоземельных регионов Российской Федерации. И что удивительно, при таком дефиците земельных ресурсов в республике, по разным оценкам, от 15 до 30% этих земель не используется вовсе. В республике Дагестан более десятка тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения находятся в состоянии деградации. Брошенные, запущенные, поросшие бурьяном или, наоборот, истощенные от отсутствия влаги и растительности. Для восстановления сельхозугодий могут потребоваться десятилетия. Сельхознадзор является контрольно-надзорным органом. И наши специалисты выезжают на проверки, выявляют эти нарушения, штрафуем. Более того, в этом году мы инициировали и изъяли два земельных участка вот у таких нерадивых землепользователей. В 2016 году Госдумой России был принят закон, предусматривающий изъятие необрабатываемых сельскохозяйственных земель, направленный прежде всего не на лишение владельцев площадей, а на стимулирование к введению их в оборот, открытию фермерских хозяйств, созданию новых рабочих мест, производству качественной отечественной продукции. В случае, если землевладельцами в течение установленных законом сроков не будут приняты меры, земли будут изыматься. Раим Абдулаева, Мадина Мавраева, Расул Дибиров, Юсуп Газиамаров. Время новостей. Кителюртовский, Хасавертовский и Карабудахкенский районы лидеры по уборке азимых зерновых. В республике завершается уборка пшеницы и рыжи. Работы проводятся в 41 районе Дагестана. Урожай уже убран с площади свыше 77 тысяч гектаров. Все подробности у Раима Абдулаевой. Тритикаль – удивительный гибрид, в котором удалось соединить лучшие наследственные качества пшеницы и рыжи. Сорта этой культуры, полученные селекционерами более ста лет назад, обладают повышенной зимостойкостью, менее требовательной к плодородию почь, образуют большее количество зерен в колосе. В хозяйстве Гурбыки Карабудахкенского района азимами зерновыми засеяно около 500 гектаров багарных земель. Половина этой площади отведена под тритикали. Тритикаль – она стрессоустойчивая, засухоустойчивая. Это гибрид с рожей пшеницей. Поэтому подводит обычная пшеница, мягкая, твердая пшеница, она подводит. Год выпался нормальным. Когда нужно, дожди были во время кущения, во время колощения, трубкования, хорошие дожди пошли. И вот ожидаем 45, 45 центнеров. В Карабудахкенском районе под азимы и зерновые в этом году было отведено около 14 тысяч гектаров земли. Средняя урожайность – 28 центнеров с гектара. В отдельных хозяйствах – более 50 центнеров. О таких показателях в советское время и не мечтали. При коммунистах в среднем мы получали 11 центнеров с гектара. Это самые большие брали где-то 16. А в среднем – где-то 11. А сейчас люди есть, любой сорт сеют и получают очень хороший урожай. В этих местах есть 50-55 центнеров получают. Тритикалия считается ценной зернофуражной культурой. Часть полученного урожая в хозяйстве Гурбуки собираются оставить для осенней посадки азимых. Часть планируют продать. Всё остальное будет использоваться в качестве корма для скота и птицы в своём же животноводческом комплексе и на птицефабрике. Всего же в республике в этом году, по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, урожай азимых зерновых составит примерно 200 тысяч тонн. Раим Авдулаева, Иван Паньков, Расул Дибиров, Юсуп Газиамаров. Время новостей. За шесть месяцев этого года в республике зарегистрировано около 8 тысяч преступлений, что почти на полторы тысячи меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Такие данные озвучили в Следственном комитете Дагестана, подводя итоги работы за первое полугодие. Открыли заседание минутой молчания в память о сотрудниках погибших при исполнении служебного долга. Руководитель Следственного управления Дагестана Сергей Дубровин в своем выступлении отметил, что за отчетный период текущего года в республике значительно сократилось число тяжких преступлений. Возросла раскрываемость таких преступлений. А вот в борьбе с коррупцией еще предстоит большая работа. Уголовной ответственности за угазанный период привлечено 18 должностных лиц, соблудающих особого правового статуса. Подчеркну, что работа по изобличению сотрудников правоохранительных органов и чиновников, совершив противоправные деяния, как и прежде, будет, наверное, продолжено. После оглашения официальной статистики Сергей Дубровин вручил награды сотрудникам Следственного управления, которые показали лучшие результаты работы. Особенные дети в спортивно-оздоровительном комплексе «Лотос» они частые гости. На базе отдыха у моря ребята с ограниченными возможностями проводят все свое свободное время. Магомед Агерский-Ндеров, руководитель «Лотоса», несколько лет назад задумал создать реабилитационный центр для детей с особенностями развития. Об уникальном проекте расскажет Патимат Брузиева. Верховая езда на лошади – одно из любимых детских развлечений. Но это не просто игра, а лечебная физкультура, которую проводят на берегу моря для ребят с особенностями развития. Каждое лето сюда в спортивно-оздоровительный комплекс «Лотос» приезжают дети со всей республики. В основном это ребята с такими диагнозами, как аутизм, ДЦП и синдром Дауна. В прошлом году к нам приезжали с реабилитационного центра «Надежда». Они с радостью остались у нас. Были только положительные отзывы. В этом году сейчас в середине августа они еще раз хотят приехать. Мы занимаемся только в летний период. А так родители, дети нуждаются в круглогодичном применении ипотерапии. Но у нас такой возможности нет. Мы хотели бы, чтобы нам помогли в строительстве конюшни, в строительстве манежа, чтобы могли круглый год этим заниматься. Для этого есть острая необходимость. Совсем недавно комплекс посетила дружеская делегация из Есентуков. 45 человек, в том числе 20 детей инвалидов. Ребята прибыли из реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья Пятигорской и Черкесской епархии. Цель приезда на базу «Лотос» – это обмен опытом ипотерапией, это отдых и дальнейшее сотрудничество в сфере реабилитации инвалидов, причем на верховую езду. Дети не только отдохнули на море, но и прошли комплекс реабилитационных услуг. Среди них ипотерапия и общение с животными. А также они приняли участие в различных конкурсах. В основном были дети-аутисты. Были они у меня неделю, родители были исключительно довольны тем, что они прямо на берегу моря и дети довольны. Мы проводили ипотерапию, они занимались и на песке, там фигурки всякие рисовали, делали. И, скажем так, и на лошадях катались там, и контакт с животными, кролики, и там кормили и так далее. Спортивно-оздоровительный комплекс «Лотос» – это база отдыха на берегу моря неподалеку от поселка Деленоморск. Но несколько лет назад Магомед Агир приобрел двух лошадей. Так и начали здесь занятия ипотерапии для больных детей. Мы буквально на сегодняшний день имеем на 120 человек кое-какое место. Это все сделано своими руками, нашей семьей, скажем так. Им хотелось бы, чтобы мы могли больше расшириться. И у нас есть предполагаемый проект, предпроектное предложение строиться реабилитационным центром в будущем. Теперь в планах у мужчины построить реабилитационный центр, куда могли бы приезжать ребята с особенностями развития с разных уголков страны. Этот проект, говорит Магомед Агир, уникален и жизненно необходим детям-инвалидам. Здесь включается не только ипотерапия, но и арт-терапия, где дети могут на песке всякие рисунки делать и так далее. И включается гардион-терапия, где мы предполагаем строительство теплицы. Анимал-терапия, где у нас будет контакт с животными, кролики, гуси, утки и так далее. Вот это все в комплексе для детей. Это дает ощутимый эффект. Создать подобный центр в одиночку Магомед Агиру не под силу. Он уже потратил немало собственных средств на его реализацию. Но отступать перед трудностями благотворитель не собирается. Прежде всего потому, что от этого зависит здоровье нескольких тысяч больных детей. Ватиман Прузиева, Руслан Гаджиев. Время новостей. Корободахкенский район. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это программа «Дагестан. Туристические». Сегодня я приглашаю вас вновь в путешествие по Гунибскому району. Потому что все туристические достопримечательности охватить в одной программе просто невозможно. Наш первый объект – это Салтинский водопад. Находится он в селении Салта – одно из самых красивых и самых популярных мест в Дагестане. Чтобы добраться до водопада, нужно идти пешком по Салтинской теснине. Пройдя метров 500 по речке, вы окажетесь в ущелье. Местами ширина не превышает и двух метров, а высота ущелья размером примерно в восьмиэтажный дом. Всем, кто собирается путешествовать по Гунибскому району и посетить Салтинскую теснину, программа «Дагестан. Туристические» рекомендует обязательно возьмите с собой сапоги. Потому что нам пришлось оставить свою обувь в самом начале нашего пути, а вода очень холодная. Если вы попали сюда в солнечную погоду, то считайте, вам очень повезло. В такое время можно любоваться удивительной игрой света в каньоне. Стены уже давно сглажены водой, по дну течет прозрачная речушка, и свет, пробирающийся сюда, сквозь узкие расщелины, рисует восхитительные картины. Салтинская течет прозрачная речушка, и мы оказались перед величественным памятником природы. Салтинский водопад Это нечто удивительное, то, что восхищает, удивляет и страшит одновременно. Место, на котором я стою, это мост желаний. И если здесь что-то загадать, сбудется обязательно. Нужно сказать, что Салтинский водопад – единственный подземный водопад в Дагестане. Образует его река Салтинка. Высота падения воды около 20 метров. Место очень живописное и одно из самых любимых у местных фотографов. Ну и, конечно, здесь всегда можно встретить туристов. Я в Дагестане очень часто бываю. По горным районам вплоть до Шалбузгада. Начиная от Ботвихского района и по горным стрелькам, по горным дорогам. Часто и очень часто. Вы частый гость в Дагестане. Что вот из туристических объектов вам понравилось больше всего? Ну, это очень сложный вопрос. Выделить одно. Это почти невозможно, что больше может понравиться. Для того человека, кто любит горы, у него не бывает такого. Вот это больше, это меньше. Оно все красиво и каждый раз по-разному. А вот на Салтинском водопаде вы впервые или уже были здесь? Я года два назад был на Салтинском водопаде. Это уникальное сотворение природы. Здесь очень красиво. А желание загадывай. Вот этого у меня не было никогда. Не загадывал. Салтинском водопаде. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Мы двигаемся дальше. Саутинская теснина – это чудо из чудес. Но впереди нас еще ждут не менее удивительные объекты. Добавил субтитры DimaTorzok Наш следующий пункт назначения – это село Кегер. А если точнее, мы хотим увидеть самые древние в мире наскальные календари, которые обнаружили здесь. По разным сведениям, им от 40 до 60 тысяч лет. Предположительно, их использовали для вычисления лунных затмений, определения сроков начала полевых работ, времени посева и сбора урожая. Здесь же были найдены древние солнечные часы, возраст которых оценивается в 14 тысяч лет. Здесь мы видим один из самых древних солнечно-лунных календарей, которые обнаружены здесь у нас в Ленинке Гер. Как полагает ученый, доктор геолога-минералогических наук Исрапил Магомед, он говорит, что этот календар в данном случае является один из самых древних. В чем особенность этого календаря? Здесь нету, как и на других солнечно-лунных календарях, сезонные годы не делятся здесь, на сезонные годы этот календарь. И не показывает, когда нужно проводить селхозработи. Как же он функционирует? Здесь ставится вот гномом, здесь есть вот чашка для гнома специальная. При заходе и восходе солнца, значит, тени от гнома показывают определенную ямочку. И тем самым древние люди определяли определенные свои времена, чем они занимались. И так же он работал как часы-календарь. Между этими точками, как полагает ученый, разница 20 минут. И еще отличается он тем, что это не только солнечный, но и лунный календарь. И ночью, когда при луне, тоже определяли определенные светильники. Таким образом, ученые полагают, что его можно отнести примерно в возраст от 12 до 14 тысяч лет. В общем, уважаемые туристы, будете в Дагестане, обязательно загляните в Кегер. Мы продолжаем наше путешествие по Гунипскому району. Наш следующий пункт – это село Призрак. Гамсутль. Идти нам высоко в горы около двух часов. Прошли мы где-то уже 30 минут. Вот так с этой точки открывается прекрасный вид на одно из древнейших сел Гунипского района Чох. А вот здесь я очень сильно хочу надеяться, что, возможно, это и есть тот Гамсутль, до которого мы идем. Но, скорее всего, это не так, потому что вон там видно перекрытие крышу, а вон там спутниковые тарелки телевизионные. В Гамсутле, говорят, этого всего нет. На самом деле это оказался не Гамсутль, конечно, но село нам показалось тоже немноголюдным. Скорее всего, здесь живет несколько семей, и, судя по пасеке, занимаются они пчеловодством. На спутниковых картах аул есть, а вот названия, к сожалению, нет. А до Гамсутля нам было идти и идти, потому что находится он на самой вершине горы. Аул таит в себе много легенд и историй, поэтому так манит туристов. В переводе с аварского языка Гамсутль означает «уподножье ханской башни». Но это, друзья, уже совсем другая история. Друзья мои, на полпути в Гамсутль мы все-таки решили остановиться и вернуться обратно домой, потому что, во-первых, мы немножко не рассчитались со временем, уже около 7 часов вечера, а, во-вторых, небо заполонили темные тучки, и, вероятно, что очень скоро пойдет дождь. Но я даю честное слово, что в одной из наших следующих программ мы обязательно вернемся в Гамсутль. Смотрите нас на канале РГВК Дагестан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин